Друзья, приглашаю вас заглянуть в гости на канал NRGames, где вы найдете прохождение потрясающей модификации для Empire Total War под названием Pirates Uber Alice. Прохождение есть как за Российскую Империю, так и за пиратов. Поэтому если вы соскучились за масштабными сражениями времен 18 века, то вам прямая дорога по ссылочке в описании под видео. Переходите и подписывайтесь. Друзья, всем большой привет, с вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в Сёгун 2 Total War, и у нас новая зарисовочка, посвященная ниндзя. Как вы знаете, японцы не всегда радостно относились к тому, что кто-то прибегал к помощи европейцев. И вот, наш любимый клан Атома, естественно, пригласили к себе португальских воинов, португальских терку, для обучения своих бойцов, передачи полезных навыков, ну и в общем, для того, чтобы включить эти отряды в свою армию. Естественно, другие кланы, они были не очень рады такой перспективе, поскольку это существенным образом меняет баланс сил на островах. И было принято решение направить в гости наших с вами любимых ниндзя для того, чтобы проучить коварных европейцев и показать им, что здесь, ребятушки, вам не рады. Мы находимся с вами на тренировочной базе, на которой именно португальские терку передают свои навыки. Ночью здесь начался дождь. Конечно же, японцы очень долго выжидали этого момента для того, чтобы, ну, орудия не так успешно настреляли. Ходят потихонечку всякие различные у нас тут патрули, выискивают противника, потому что, а мало ли что. А вдруг произойдет? Все-таки вести о том, что к европейцам относятся не очень хорошо, они и так были хорошенько распространены и все прекрасно об этом знали. И у меня по-прежнему к вам вопрос, видите ли вы где-нибудь здесь у нас сейчас ниндзя? Их практически вообще не видно, поскольку ночь, туман, дождь, шум, а ребятки все-таки мастера маскировки. Но в конечном итоге продолжаем мы с вами следить за этим патрулем, в то время как терку раздают там инструкции после окончания дня. И что-то, похоже, начинают наши товарищи замечать за этими странными холмами какие-то непонятные передвижения. Да, и мы с вами можем заметить, что дозорная вышка замечает противника где-то вдалеке. Если мы с вами приблизимся, то увидим, во-первых, генеральский отряд, во-вторых, несколько отрядов кисю-ниндзя, которые потихонечку к нам приближаются. И, конечно же, моментально был подан этот боевой клич о том, что, ребята, сейчас у вас будут большие неприятности. Поэтому было принято решение до выяснения обстоятельств сейчас встать в оборону, постараться перестрелять. Ну, неизвестно кто это, может быть крестьяне, может быть какая-нибудь шайка бандитов. Пока что еще не ясно, кто там у них находится. В конечном итоге встают и разносятся у нас с вами залпы сейчас. И как только происходят первые такие боестолкновения, естественно, реакция идет от португальцев. Ребятки прекрасно обучены, у них потрясающая выучка, и они бегут спасать своих товарищей. В это время кисю-ниндзя пытаются приблизиться к японцам, и начинается уже рукопашная схватка. Вырубают бедного парня с фонариком, и начинается уже у нас, ребятки, с вами замес. Португальский Терку тем временем. Только спустя минуту они успели подойти к стенам их базы для того, чтобы увидеть, что здесь уже началось тотальное веселье. И их задача, конечно, перестрелять противника до того, как не был навязан ближний бой. Но ниндзя в это время подходит уже со всех сторон замка, они поднимаются потихонечку наверх, и даже оглушительные выстрелы их не смогут испугать, потому что они сами бросают свои метательные снаряды и разносятся еще более сокрушительные взрывы. В это время еще несколько отрядов потихонечку взбираются у нас наверх, очень профессионально и грамотно они действуют. И даже один из отрядов умудряется захватить центральную площадь, да, именно здесь он сейчас стоит, и их задача будет, конечно же, удержать. Португальцы находятся в смятении, они ожидали, что им можно будет просто взять отстоять и без проблем перестрелять противника, тем более, что вот как только первая голова ниндзя появляется из-за этих стен, они сразу в ответочку получают залпор. Но продолжается у нас-то с вами перестрелка, раскидывают свои снаряды ниндзя, и скорее всего придется принимать ближний бой, как бы этого не хотели португальцы. С другой стороны, здесь у нас уже начинается дуэль, герой ниндзя Кисео вступает в битву, и уху, ребята, вы сами видите, что происходит у нас на экране, были брошены снаряды по своим, по чужим, всех просто разметало. И следующая партия священных снарядов сейчас будет сюда отлетать. В общем, полнейшая неразбериха, сумятица, португальцы вроде как смогли отбить нападение с этой стороны замка, но уже с другой к ним подходят новые силы противника, и пока что ситуация вообще не ясна, а мы с вами помним, что центральную площадь, она уже оказалась захваченной, и 24 секунды всего-навсего отстается. И продолжается заброс этих метательных снарядов. Конечно же, очень тяжело собраться, но мы с вами помним, что португальцы обладают потрясающей выучкой, и возможно, у них получится все. Так же у нас тут с вами дуэль одного ниндзя против генеральского отряда, но я думаю, что скоро с этим парнем разберутся, и где-то вдалеке у нас там с вами еще кисео ниндзя. Ну все, парниша получил. Бедняжка, бедняжка, видимо, за причинное место дружище наш держится, очень так драматично погибает. И удается все-таки португальцам вернуть себе контроль над центральной площадью. Снова пошли броски у нас с вами этих метательных снарядов. И что выходит? Один португальский отряд остался, другие были либо полностью уничтожены, либо перерезаны. Здесь же осталось у нас всего порядка 30 человек, и они встречаются с кисео ниндзя. Это самые лучшие, самые обученные профессионалы-диверсанты. Но и генерал, друзья мои, не лыком шитый, продолжает схватку, несмотря ни на что. Вот такая вот у нас с вами драка получается. Ниндзя практически все сбежали, и сейчас битва века, конечно же. Герои кисео против генерала. И вы, ребята, еще не видели балансер, потому что он изначально показывал преимущество, ну, после первых схваток, на стороне ниндзя. Но в итоге все-таки эти диверсанты были отброшены. Португальские терку задоминировали с помощью своей потрясающей выучки дисциплины и получают первую победу. Ну, а с вами был Диодант. Если понравился ролик, поставьте лайк и подпишитесь.